Никаких заданий никто никому не давал, никаких моих письменных распоряжений нет. Это я дала задание юристам своим и адвокатам, занимаясь тем, чтобы всех, кто считает, что вранье можно выдавать за правду, надо наказать. То, что президент Российской Федерации, представитель правительства, гимн и губернатор, и губернатор в том числе, должны присутствовать в школах, я в этом убеждена. Но заданий никаких, конечно, не давала. И если кто-то в школе повесил мой портрет как главы Волгограда, ну это понятно тоже, почему это люди сделали. Если они сделали добровольно, это хорошо. Если кому-то хотелось сделать из этого сенсацию, ну что, даже если кто-то не знал, что в Волгограде женщина мэр, то теперь это знают. Разные посылы впереди, провокаций будет еще очень много. Я уверена, и придуманных историй красивых, и записей под столом, в ресторанах, их будет много. Я только могу этим людям что сказать, мне некогда на вас обращать внимание. За мной миллионный город порядочных, замечательных тружеников, которым нужно свет, тепло, выпадет снег, чтобы можно было до школы добраться безопасно. Дети в школе должны быть накормлены, мои коллеги-педагоги должны получать достойную зарплату, люди должны иметь светлый город, чистый город. Вот это моя главная задача. Один из стратегически важных МУПов с декабря 2012 года, Волгоградские энергетические сети, стадии банкротства. Хотя, ну, вы можете в это поверить, я в это не верю. Во все силовые структуры обратилась помочь нам. МУП «Водоканал» 400 миллионов должен, две недели бьемся за то, чтобы нам сейчас выйти из этого состояния, чтобы не стратегический объект, очень важный объект для города «Водоканал» сохранить. Я была на совещании глав городов-миллионников, они хвалились главы, говоря о том, мэры, говоря о том, что водоканалы содержат фонтаны, водоканалы социальные объекты берут на свою ответственность, а наш водоканал в убытке. Ну, все же ведь прекрасно в городе живут и знают, особенно бизнесмены, может он быть в убытке, нет, это искусственно созданная ситуация. ВКХ, Волгоградские коммунальные хозяйства, МУП, два миллиарда долга. Перед всеми, энергетики, газовики, начинаем задавать вопрос, что происходит. Нет единого информационного центра, нет муниципальной управляющей компании, создающей конкуренцию. Сегодня тяжелая ситуация в метроэлектротрансе, им должны 600 миллионов рублей, все уровни бюджета. Поэтому ситуация настолько непростая, порой пограничная, что не все могу сказать, но четко понимаю, что муниципальные объекты должны быть сохранены, они должны развиваться, зарабатывать. Бюджет должен быть сбалансированным. Мы должны прекращать кричать, караул, область нам чего-то не додает. Дума Волгоградская – это не законодательный орган, это представительный орган. На освобожденной основе из 48 всего 5 депутатов работают. Огромный штат, машины, телефоны, столько всяких преференций. Чего ради? Чего ради? Поэтому сокращаемся. Первая цена наша была в предварительный подсчет 40 миллионов. Сегодня в предварительных цифрах – 70 миллионов. Деньги пойдут на дом пионеров центрального района, так называемый дом творчества. Оптимизация расходов произойдет в здании и в структуре администрации города Волгограда. И самым важным моментом мы передаем полномочия главам районов, потому что глава района есть, мы штат содержим, транспорт есть, все есть. А когда начинаем смотреть, то эффективности ноль, человек ничем не управляет. Нас обвиняли в том, что да как же, думаю, смотрите, сколько депутатов, вы тут приросли замами, комитетами. Еще раз повторяю, мы не получаем тут зарплату, только 5 человек на освобожденной основе. Все остальные депутаты работают по основному месту работы и приходят сюда для участия в заседаниях Думы, рабочих комиссий, общественных советов, всего что угодно. Но удивительное было дело, депутаты городской Думы, там, санаторно-курортное лечение, чем тут они таким, что они тут успотели, чем они тут так занимались, устали. Телефоны, машины. И, вы знаете, ни один из депутатов не сказал, нет, все говорили правильно. В условиях кризиса, в условиях жестощайшего контроля над каждой бюджетной копейкой в пользу энергетических компаний, кредитов, которые понабрала предыдущая власть. Ну, а разве можно говорить о том, что мы имеем право деньги налогоплательщика бездарно, бездушно и безответственно тратить? Нет, конечно.